Андрей Николаевич, я сейчас благодарю всех, кто досмотрел до этого места, уже можно поставить лайк этому видео, написать комментарий, очень интереснейшая, ну вот такая мысль, давайте так назовем, мысль Андрея Николаевича прозвучала. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу, потому что, ну, отрезать Украину от моря, этот план, понятно, никуда не делся, и об этом в статье вышеупомянутой нами в разговоре Залужного-Забродского об этом тоже говорится, а вот симметричный ответ, насколько к нему будут готовы россияне, а как вообще изменится война, Андрей Николаевич? Потому что мы видим, ну, вы упоминали выше, что там противник учится, многие в комментариях даже, когда там эксперты говорят вот эту фразу, как-то вот шутят, что, мол, вторая армия мира учится воевать, да, это какой-то нонсенс. Но, тем не менее, что мы увидим на передовой и какие уроки действительно извлекут и вооруженные силы Украины, потому что, ну, никогда прежде вот так далеко и так быстро, ну, вот не получалось наступать, а здесь это удалось, и нужно, как бы, сделать работу где-то над ошибками, где-то, скажем так, усовершенствовать свои навыки. Но и какие уроки вынесут российские оккупационные войска? Сейчас скажу, вот мы на развилке, мы на развилке не то, сколько мы на развилке, Путин на развилке, а мы смотрим на него, как он стоит на этой развилке, и смотрит, по кому пути пойти. Так вот, налево, направо или вперед. Собственно, мы это обсуждали, и это еще раз оно повторяется. Это действительно так, то есть, ему надо либо вдаваться и уходить. Один вариант. Другой вариант, пытаться добиваться соглашения о перемене. Третий, проводить мобилизацию или эскалацию. Три варианта. А на второй вариант, на договоренности с Украиной, Украина не идет и не будет идти совершенно очевидно, соответственно, ему нужно выбирать между медленным поражением, либо большим, крупным, серьезным поражением, но через некоторое время. Вот он сейчас делает это выбор между, значит, медленным, последовательным, сейчас, либо отложенным, но зато очень большим, громким, серьезным, колоссальным. Вот какое решение, то он примет, то он примет, но, так сказать, в конечном итоге это будет поражение. Вот, но путь к этому поражению все-таки занимает некое время. Некое время, еще раз скажу, это может занять месяца, годы. Вот, просто чем дольше длится эта война, тем более серьезным будет это поражение. Если бы Гитлер завершил свои геополитические завоевания в 1938 году, например, с аннексией Австрии, с оккупацией Судетской области, Числовакия, это была бы одна история. Если бы он закончил это в первой половине 1939 года с поглощением оставшейся части Чехии и с приобретением мебеля, это была бы тоже, как бы, одна история. Уже после 1 сентября 1939 года ситуация уже изменилась по-другому. Но даже если бы ему удалось, допустим, достичь какого-то перемирия или согласия в 1939 или даже в 1940 году, это была бы одна история. Однако, с каждым новым шагом возможность достижения перемирия становилась абсолютно невозможной. В конечном итоге требования со стороны участников антигитлерской коалиции, которые еще в 1939 или 1940 году были очень сдержаны, в 1938 году были, наоборот, надо дать ему то, что он просит, а затем было только одно – безоговорочная капитуляция. Это было закончено нигде-нибудь в Берлине, в том числе полным, почти полным разрушением всей Германии. И то, что сегодня кажется маловероятным или плохо прогнозируемым, скажем, трудновоспринимаемым, через некоторое время вдруг окажется единым требованием всего окружающего мира. И вот это совершенно другая история. И в отличие от времени Второй мировой войны, мы знаем эту историю, они не знали эту историю, у них не было перед этим прецедента, на который они могли бы взглянуть и посмотреть, чем это закончится. Немцы знают сегодня, не только немцы, весь окружающий мир знает, что такое вовремя не остановиться. Это просто привести к уничтожению своего собственного населения, полный разгром собственной страны, раздел ее, ликвидация важнейших ее государственных институтов на десятилетия с тяжелейшим мрачным пятном на имидже немецкой нации на последующие десятилетия. И вот сейчас прошло сколько уже, восемь десятилетий со временем Второй мировой войны, но никто не забыл, да, сейчас другие немцы, они по-другому себя ведут, и с ними совершенно другие отношения, но то, что было 80 лет назад, никто не забыл. Да, вы правы, сейчас это действительно интересная аналогия. А заморозить Европу на руку Путину? Просто Путин, как, вот есть старый такой анекдот называется, мы думали, что они уже на дне, нет, они продолжали копать дальше. Вот Путин своими, в том числе, заявлениями о том, что он собирается там заморозить, перестать поставлять уголь, нефть, газ, вот такими угрозами, ну это какое-то свидетельство какой-то действительно потери адекватности, адекватного строения окружающего мира. Он находится в состоянии, может быть, лидера Германского рейха, тоже в каком-нибудь 44-м или 45-м годах, когда просто неадекватно воспринимает мир. Не понял, еще, это удивительно, что он этого не понял, что Европа, как бы этой ей Европе не было бы неприятно, не было бы трудно, приняла для себя решение. Она оказалась в результате политики последних нескольких десятилетий в энергетической зависимости от России. Что это такое, Европа поняла, и она для себя уже приняла это решение. Это не мимо, никогда больше. И эту политику европейские государства медленно, последовательно, постепенно проводят в жизни. То есть, каждое подобное заявление со стороны Путина только усиляет жесткость и готовность европейской страны идти по этому пути. Откуда назад уже не будет. Да, они могут померзнуть, у них могут быть снижены температуры. Это все возможно. Но принципиальное решение, психологическое решение у них принято. Красная черта опередена. Назад они уже не вернутся. Причем они не вернутся даже тогда, если Путин сегодня скажет, давайте теперь держите, я буду поставлять. Уже все. Здесь уже вернуться назад будет невозможно. Китай, Индия. Замена Европейскому Союзу в этом вопросе? Частично да. Частично да. 10-15-20% российской энергии уходит. И сейчас уходит, и будет уходить, может быть даже немного более, большая часть уйдет и на китайский рынок, и на дальневосточные рынки, и на Индию. Полностью заменить Европу будет невозможно. К тому же надо помнить, что уровень цен на таких рынках практически отличается от того, что Путин мог получить в Европе. Иногда там в разы, иногда даже там на порядок, более низкие цены. Поэтому, да, действительно, полной замены не произойдет, полного замечения не будет, частичное будет, но это все будет только вести к тому, что вот эта удавка, которая вначале казалась очень комфортной, очень мягкой, шелковой, она будет затягиваться. Постепенно, медленно, не так быстро, как нам хотелось бы, но движение в одном направлении. Эрдоган и вторичные санкции. Я бы хотел, чтобы вы прокомментировали этот момент, заговорили об этих вторичных санкциях из-за сотрудничества американских компаний с российскими через турецкую сторону. Но также снова, да, вот С-400, которая закупает Турция, тоже могут привести к санкциям против турецкого государства. Но и Эрдоган, вот находясь под этой постоянной информационной, пока что, ну такой угрозой санкции, ведет себя достаточно дерзко по отношению к соседу, тоже члену НАТО, насчет Греции, опять обоскрился вопрос. Насколько далеко, на ваш взгляд, может зайти ситуация в отношении вот этого нового хаба Турции? Мне кажется, сейчас ни Соединенным Штатам, ни другим членам НАТО, ни до Турции, по большому счету. И учитывая просто соотношение силы, учитывая вызовы, которые вообще существуют по всему миру, они будут предпочитать смотреть сквозь пальцы на то, что делает сегодня Турция и Эрдоган. Комментарии будут самого разного рода, но к принципиальным серьезным действиям вряд ли это приведет. Да, очень интересно, потому что это же тоже еще один из таких возможных посредников на каких-то переговорах. Завершить нашу беседу я хочу темой встречи Зеленского и Путина в Индонезии, на Бали, где там индонезийская сторона говорит, что 100% безопасность готова, лишь бы вот давай приезжай, Владимир Владимирович. Мы ждем, все обеспечен. Зеленский, который поедет, не поедет, тоже большой вопрос, но до ноября может много воды, как говорится, убежать. Что думаете о личной встрече на какой-либо вот такой большой площадке двух лидеров воюющих государств? Два месяца до встречи. Это слишком большой срок для нынешнего времени. Сейчас просто бессмысленно делать какие-то прогнозы. Учитывая то, как меняется, например, фронт и положение на фронтах, я бы сейчас не дал вам ни каких прогнозов. Путин вообще готов встречаться с Зеленским, когда Зеленский в выигрышнее положении? Путин может найти, может оказаться в положении, когда он захочет встретиться с Зеленским. И если Зеленский не потеряет голову, он может оказаться в положении, нежелающим встречаться с Путином. Редактор субтитров А.Семкин